Продолжение следует... ...по функциональной грамотности, по использованию задач, развивающих функциональную грамотность на уроках естественно-научного цикла. И прежде всего хотелось бы поговорить с вами про актуальность применения этих задач и про их возможности, что они нам дают и как мы действительно можем их включать в свои уроки. Итак, про актуальность. Действительно, включение этих задач в канву урока очень важно, потому что учитель идет на урок с глобальными мыслями. Нам очень важно понимать, кем хотят быть наши ученики. И не менее важно нам понимать нужно, какими они станут, когда вырастут. И от того, как мы будем строить свой образовательный процесс, какие задачи мы будем включать в свои уроки, в общем-то будет зависеть их уверенность в будущей жизни, в профессиональной жизни, их способность решать многочисленные проблемы, их коммуникативные способности и все другие навыки, которые мы с вами в школе стараемся им привить, развить. И задачи по развитию функциональной грамотности, те, о которых мы сегодня поговорим, они, конечно же, помогут нашим детям становиться и самостоятельными, и творческими, и грамотными, и активными, и неравнодушными, готовыми к изменениям, что немаловажно. И вы понимаете, чтобы вот эту грандиозную задачу реализовать, конечно, нужны задачи, которые позволят нашим детям максимально стать на уроке и самостоятельными, и творческими, и активными, проявить свои лучшие человеческие качества и быть мобильными, готовыми к изменениям. Вот, мне кажется, в чем актуальность использования этих замечательных задач на уроках естественно-научного цикла, прежде всего на уроках биологии, химии, физики в настоящее время. И идея простая, да, мы все ее прекрасно понимаем, мы с вами все участвуем в развитии человека, который действительно должен быть подготовлен к решению вот таких открытых задач, творческих задач, этих задач, которые ставят перед нашими детьми жизнь. И чтобы максимально его подготовить, нашего ученика, нашего школьника, посмотрите, сколько нужно труда вложить. Нужно развить потребность в познании окружающего мира, нужно систематически формировать критическое мышление, безусловно, на наших уроках развивать творческое воображение ребят и постоянно работать с навыками самостоятельного получения информации. Вот такие вот грандиозные на самом деле задачи, да, стоят перед учителем в настоящее время и перед учителем-естественником не в последнюю очередь. Потому что мы работаем с вами с особым материалом, мы работаем с живыми системами, и на примере живых систем наши дети очень активно учатся и развиваются именно вот в этом направлении. Что же такого существенного, важного в этих задачах, и самое главное, может быть, в них есть то, чего, как правило, нам не хватало раньше, да, на уроках, на наших уроках. Вот, на мой взгляд, можно выделить несколько таких ключевых вещей. Во-первых, в рамках задач по развитию функциональной грамотности мы с вами предлагаем детям реальные ситуации, которые выходят за пределы учебных задач. То есть мы их сталкиваем с жизнью. И в этом очень большой плюс, потому что мы постоянно мотивируем детей на решение необходимых задач. Вот эта задача должна быть решена здесь и сейчас. Если она не будет решена, простая жизненная задача с использованием моих предметных знаний, то дальше процесс не пойдет. Следующая особенность, очень важная. Задачи, которые мы предлагаем в рамках развития функциональной грамотности, требуют и применения знаний в незнакомой ситуации. А почему? Потому что эти задачи могут обучить детей самым главным способом действий. Потому что если, вы сами понимаете, человек знает, понимает, как действовать, у него методология отработана, то в незнакомой ситуации, скорее всего, он справится с новыми задачами и достигнет хорошего результата. Еще есть ключевая особенность этих задач, и это, безусловно, их большой плюс. Материал задач учит эффективно взаимодействовать. И, конечно же, поскольку большой блок этих задач относится к задачам, естественно, научной грамотности, учит проводить поиск новых решений или способов действия. Итак, вот главное, что в этих задачах есть. Но, как мы с вами прекрасно понимаем, задачи функциональной грамотности делятся на несколько категорий. Это и задачи по развитию читательской грамотности, глобальных компетенций, задачи по развитию математической грамотности. Нас с вами сегодня будет интересовать свое. Задачи по развитию естественно-научной грамотности. Издательство «Просвещение» совсем недавно выпустило вот такие замечательные сборники. И в своем рассказе и примерах, которые мы будем сегодня с вами разбирать, я, конечно, буду опираться на эти сборники. И прежде всего на сборник «Живые системы», «Тренажер» по естественно-научной грамотности, сборник «Физические системы» и сборник «Эталонных заданий» «Естественно-научная грамотность» первый выпуск. Итак, дорогие друзья, в чем же вот особенность этих задач? Чем они нам могут быть так интересны и полезны на наших уроках? Задачи эти действительно особенные, потому что они позволяют нам очень многих вещей на уроке достигнуть вместе с ребятами. Во-первых, они вводят ребенка в научное исследование, в методологию научного исследования. Научный метод познания мира становится для них главным. И они изучают этот метод со всех сторон. И потом уже учатся на реальных примерах применять его практически везде. Вы понимаете, что это действительно возможно и, более того, очень результативно. И поэтому нам очень важно, что эти задачи учат распознавать, понимать особенности научного исследования досконально. Что есть научное исследование, что не является таковым. Вторая ступенечка, не менее важная. Эти задачи учат интерпретировать, анализировать данные, использовать доказательства для получения выводов, проводить анализ достоверности. И, конечно же, в них заложен огромный потенциал, который развивает умение прогнозировать изменения. Вот особенности, естественно, научных задач, задач, развивающие, естественно, научную грамотность, что, собственно говоря, вы понимаете, четко согласуется с задачами в ГОС. И вот про эти задачи давайте мы с вами сейчас подробно поговорим. О всех этих задачах дети оказываются в проблемных ситуациях. И эти проблемные ситуации относятся к нескольким тематическим областям. Здоровье, природные ресурсы, окружающая среда, опасности и риски, наука и технология. Вот в каких тематических областях проблемные ситуации рассматриваются. Это важно, жизненно важно, это глобально важно. И, соответственно, понимаем мы с вами, что подбирая задачи, относящиеся к разным тематическим областям, мы уже видим те научные разделы программ по биологии, по химии, по физике, где целесообразно использовать те или иные задачи. Задач, которые разработали авторы, составители этих замечательных сборников, очень много. Они разнообразны. Они действительно относятся к разным тематическим областям и позволяют развить в детях самые разнообразные компетенции естественно-научной грамотности. Давайте начнем с одной из задач. Она мне показалась такой наиболее общей, очень важной. Я ей дала свое название, это про особенности научного метода. И предлагаю вам познакомиться с ней достаточно подробно. Задача называется «Космическая роль зеленых растений». Обратите внимание, задачи даются в нескольких вариантах. И вот задачи развиваются, варианты не тождественны друг к другу, но позволяют пройти некоторый путь. И вот начиная изучать особенности научного метода, его применения, можно взять вот эту задачу и включить ее в канву своего урока. В принципе, любого урока, в котором вы собираетесь погрузить ребенка в существо научного метода, собираетесь только знакомить его с научным методом. Почему? Посмотрите, какие задачи ставятся перед ребенком в начале выполнения этой комплексной задачи. Значит, после того, как я выполню задание, я проверю себя, насколько я могу определять вопросы, которые возможно исследовать естественно-научным методом. Это важно. Естественно-научным методом. Оценивать с научной точки зрения предлагаемые способы изучения данного вопроса. Так, мы будем оценивать способы и предлагать объяснительные гипотезы. Посмотрите, вот только начало, и вот такой важный заход. А история, космическая роль зеленых растений вам, конечно, известна. История интересная, она изложена здесь коротко. Вы видите, что текстовая часть задачи небольшая, начинается с того, что химик Присли сделал интересное открытие «Рассение улучшает потребляемый воздух». Он пришел к такому заключению после серии экспериментов, из которых хотел узнать, как влияет поврежденный воздух, в кавычках, читайте вместе со мной, на живые организмы. И вот в одном из экспериментов он оставил зажженную свечку в скалянке, и пламя быстро потухло. Поместил веточку мяты, знаем эту историю, и с удивлением обнаружил, через 10 дней листочки были зеленые, а воздух был свежим. И Присли не мог объяснить. И смотрите, задача уже выносит проблему, как это объяснить. Мы с детьми начинаем рассуждать. Вопрос остался без ответа, пока голландский ученый Ингенхаус не повторил этот эксперимент, наблюдая тот же самый эффект. После нескольких экспериментов ученый нашел объяснение, лист мог очищать воздух только в том случае, когда находился под солнечными лучами. Вот отсюда начинается история про фотосинтез, про кислород. Мы можем ее развивать дальше как угодно. Давайте посмотрим, как она здесь развивается. Значит, после текста идет краткое задание. Вот красную рамочку я вывела. Его вам, вы видите, здесь есть 4 вопроса. И про что это задание, коллеги? Это про то, что мы учим ребенка определять вопросы, которые можно исследовать, естественно, научным методом. Вот такое обсуждение у нас закручивается. Как только мы с этой задачей справились, приступаем к решению задачи номер 2. Мы продолжаем погружать в особенности научного метода. И здесь уже ставим перед собой следующую задачу. Она будет более сложная. То есть на ступенечку повыше мы предлагаем 4 рисунка. 4 как бы способы изучения данного вопроса. Предположим, вы решили проверить выводы. Для эксперимента вы взяли, посмотрите, как изменяется уже характер, обращение не кто-то там проводит, мы с вами проводим. Вы взяли водное растение ладея, поместили стакан с водой, накрыли воронкой, как показано на рисунке 1. Но здесь 4 рисунка. Мы должны выбрать 2, аргументированно выбрать, которые докажут нам, что именно на свету мы и наблюдаем выделение пузырьков газа. То есть ступенечка выше, учим детей оценивать с научной точки зрения предлагаемые способы данного вопроса, предлагать объяснительные гипотезы. Задания несложные, но акцент сделан по-другому, немножко не так, как мы обычно работаем на уроке. Но тем не менее, именно этот материал нам и актуально включить в уроки, например, биологии. А почему нет? Посмотрите. Урок биологии в 6 классе, воздушное питание, фотосинтез. Урок, насыщенный экспериментом. Взяла в качестве примера тот урок, который описан в учебнике Лаислава Ивановича Севоглазова. Основная мысль действительно продолжается именно вот в этом направлении. Между зелеными растениями, солнечными лучами существует тесная связь. В чем она заключается? И использовать вот эти задания из сборника живой системы мы можем на любом, в принципе, этапе этого урока только нужно понимать, какую цель, какую конкретно задачу мы хотим достигнуть. Здесь в классическом описании этого урока вот этот эксперимент и вот это рассуждение о научном методе мы можем поставить, например, в конец урока. Это как раз опыт номер 4, который здесь в учебнике и описан. Он будет к месту, он будет к стати, и будет задавать несколько другое направление нашему уроку. Он будет обогащать и расширять представление ребенка о экспериментальной работе раз и в принципе о том, как получаются научные знания, как проводится эксперимент и действительно, как грамотно нужно этот эксперимент проводить. Если мы посмотрим с вами в тематическом планировании следующая тема, это будет дыхание растений. Заметьте, еще более сложный вариант для детей 6 класса. Мы знаем, эти темы очень сложные для понимания. И чем больше вот именно такого индуктивного подхода мы будем использовать на наших уроках, тем эффект, конечно, будет существенней. То есть от фактов, от экспериментов к обобщению. В этом материале дыхания мы можем с вами тот эксперимент, который здесь является ключевым, вот он, видите, здесь на рисунке 70 обозначен, тоже постараться решить именно с проблематичной такой точки зрения. А почему на свету растений трудно обнаружить процесс дыхания? На самом деле здесь очень много возможностей для введения вот таких задач функциональной грамотности. у растений нет специальных органов дыхания, как же они дышат, прекрасный текст написан. И из этого текста мы тоже с вами сможем сформулировать либо задачу поставить мысленный эксперимент, либо провести с ребятами реальный эксперимент вот в таком ключе. Вы поняли, да, мою мысль, уважаемые коллеги, что я хотела сказать? Я хочу сказать, что вот эти задачи, они практически очень гладко и понятно ложатся в канву на самом деле практически любого урока. И не обязательно связаны именно тематически, потому что если, например, тема и идея, которую вы хотите развить и донести до ребят именно обучением, методом исследования, включать вот этот материал, космическая роль зеленых растений, вообще говоря, можно на любом этапе изучения курса биологии. Также этот материал мы можем легко поставить с вами в уроке экологии. Посмотрите, третье задание, третье задание, оно нас выводит, вообще совершенно выводит в самых разных направлениях, и мы с вами в своем творчестве абсолютно не ограничены, потому что эти исследования позволили установить, что растения на свету поглощают углекистый газ выделяет кислород, это позволило по-новому взглянуть на роль растений в жизни природы. Одна тема, природные связи, пищевые цепочки в природе, биогеохимические циклы, охрана природы, биологическое разнообразие, охрана биогеоцинозов, вот все эти темы в принципе мы с вами можем подтянуть сюда, либо использовать вот эти замечательные задачи, такую многоходовую, раскручивающуюся, практически и в восьмом, и в девятом, и в десятом, и в одиннадцатом классе. Вот насколько они универсальны, и вы знаете, несмотря на то, что вот тренажер написан под возраст седьмой, девятый класс, на самом деле те задачи, которые там рассматриваются, они будут интересны и для старшеклассников. Еще одна задача, еще один пример, тоже из сборника «Живые системы». Здесь я взяла уже такой пример, который позволит нам развивать другие компетенции, тоже очень важные, и те, которым в обычном классическом варианте построения нашего урока мы не достаточно уделяем времени. А вот здесь мы будем иметь такой материал, который позволит нам именно эти компетенции развить. То есть мы будем предлагать объяснительные гипотезы, научим детей этому, мы будем вместе с ними объяснять актуальность применения естественно-научного знания в повседневной жизни, то есть эта задача будет уже практикоориентированная, действительная, мы будем предлагать с ними способы научного исследования данного вопроса, и анализировать, интерпретировать данные, делать выводы, вот этот навык тоже будем формировать. Задача называется клонирование, смысл задачи в том, что бабушка сажает на огороде клубнику, ягод не хватает, и она решила, бабушка-экспериментатор, размножить эту клубнику усами, надземными побегами. Понимаем с вами сразу, к какой теме мы можем привязать этот материал. Обратите внимание, для того, чтобы эта задача решалась и понималась, дается, во-первых, научная справка, существует два типа размножения живых организмов, читаем, вспоминаем, то есть мы что, актуализируем, можем расширить с вами эту научную справку, пожалуйста, а потом начинаем работать вместе с бабушкой-экспериментатором. И вот посмотрите, здесь история раскручивается так, первое задание, знание, проверяем, действительно, мы должны четко понимать, с какой информацией мы будем работать, выбираем, какое из утверждений наиболее полно характеризует тот способ, который использует бабушка. Задача на понимание, простой вариант, вторая задача, на уровень, чуть-чуть повыше поднимаем ее, мы рассматриваем характеристики полового, бесполого, вегетативного размножения, здесь приведено пять характеристик, полная таблица, и мы должны проанализировать эти данные. Зачем? Для того, чтобы выбрать причины, по которым бабушка предпочла вегетативный способ размножения клубники. Скажите, пожалуйста, только на уроке шестого класса можно использовать этот материал? Ну, мне кажется, нет. Здесь можно и в десятый класс заходить с этой самой таблицей, и тоже будет о чем поговорить, и просто уровень задачи будет чуть-чуть повыше, и я думаю, что мы с вами легко сможем добавить сюда тот материал, притянуть, прицепить тот материал фактически, не обязательно про клубнику-землянику, в принципе, про клонирование, как очень важно биотехнологическое направление, которое актуально уже для старшеклассников. Значит, данной таблицы разбираем, выбираем, анализируем причины, обсуждаем, и посмотрите, какое интересное третье задание. Наша бабушка обнаружила, что при разном уходе количество урожая различается. Бабушка проводит эксперимент. На самом деле, если оставляем усы на кустах, на плодоносящих, и если мы эти усы обрезаем перед плодоношением и рассматриваем результат. Эксперимент длится с 10 по 18 год с интервалом в 2 года, и вот эта диаграмма у нас перед глазами. И, естественно, нам предлагается ответить здесь уже на вопрос, собственно говоря, влияет ли обрезка усов на плодоношение этой культуры или нет. Значит, здесь мы с вами уже занимаемся тем, что интерпретируем результаты эксперимента и оцениваем. Как и в первом задании, это задание, эта задача комплексная, действительно, на весь урок предложена в двух вариантах. Это значит, что мы можем дать ее двум разным группам учащихся. Эти варианты не абсолютно идентичны, но те компетенции, которые мы с вами развиваем, в принципе, аналогичны в первом и во втором варианте. Вот такая чудесная задача, вы ее уровень поняли и поняли, насколько сбалансированным у нас с вами получится весь процесс применения последовательно этих задач и чем раньше мы начнем их применять, естественно, тем эффект будет, конечно же, больше. Ну, здесь я привела страничку учебника 6 класса размножения беспола и размножения полового покрыта семенных растений и мы понимаем, что в контексте этого урока использование материала этих задач будет наиболее уместно. Ну и, конечно, 10 класс клонирования биотехнологии это тоже важно, это тоже полезно и самое главное понимаем с вами мы задаем другой вектор, да, другой вектор, то есть мы погружаем ребенка в научные исследования и обучаем способом действия. Это важно. Человек, обученный способом действия, естественно, будет уверенно чувствовать себя при решении уже любых практических задач. Каждая задача, дорогие друзья, у нас с вами есть подсказка, это немаловажно, вот такую подсказку к варианту клонирования я здесь привела, на что нам надо обратить внимание. Прежде всего на то, что выбирая задачу для того или иного класса, для того или иного ученика, мы с вами просматриваем, внимательно оцениваем целиком и полностью это задание. Какие компетенции мы развиваем, какого типа знания обсуждается и используется, эксплуатируется, если можно так сказать, при решении этих задач, в каком контексте мы с вами работаем, на каком когнитивном уровне предлагаем своим ребятам задачи. Задачи делятся по уровню, поэтому на три ступенечки. Есть задачи действительно сложные для выполнения, есть задачи простые, начинать нужно с задач, которые попроще, тип вопроса, который предлагается от закрытого к открытым вопросам и естественно те дидактические единицы, в рамках которых этот материал мы с вами можем легко использовать. И как видите, каждому варианту, каждому заданию предлагается своя оценка, немаловажно ознакомиться с этой оценкой, потому что оценивать действительно эффективность выполнения этих заданий достаточно сложно, ну на первый взгляд сложно, потому что как бы мы еще пока не начали с ними работать, но на самом деле оценка очень конструктивная, простая, ну в том плане, что она не простая, она очень понятная, и вот такие вот таблички, они приведены по каждому заданию и позволят нам отобрать грамотно то или иное задание на урок, поставив соответствующие цели. Еще несколько примеров вам приведу, например, про движение здоровья и эволюцию прямохождения. Ну шикарная просто тема, биология опоры движения, восьмой класс, эволюция человека, одиннадцатый класс, эта тема очень насыщена практико-ориентированным материалом, мы все время используем большое количество экспериментальных работ, домашних экспериментов при проведении уроков на эту тему, и естественно, тут есть в этих вот замечательных заданиях возможность для глубокой интеграции, например, с курсом физики, тем более, что эту тему сила тяжести, вес тела ребята изучили уже в седьмом классе, вот тот материал, на который мы можем опираться и строить свои интегрированные уроки, интегрированные занятия, мы так с вами и делаем, потому что иначе объяснить функциональность опорно-двигательной системы достаточно сложно, эта функциональность у нас тогда получается очень однобокая, а если мы притягиваем сюда, применяем материал физики активно, то понимание безусловно этой темы становится уже на порядок выше, и вот пример такой интеграции задачи обувь эволюции, практика ориентированная, не стала приводить эту задачу целиком, познакомитесь с ней досконально уже в сборнике, но вы видите о чем идет речь, речь идет о том в принципе, что стопа выполняет определенные функции, и человек является на сегодняшний момент единственным прямоходящим млекопитающим, и тем не менее страдает от различных заболеваний, связанных с прямохождением, и еще более усугубляет эти заболевания, когда носит неправильную обувь. Актуальная задача, очень актуальная, особенно восьмой класс, девятый, десятый класс, особенно для девчонок, и вот здесь задача эта позволит объяснить актуальность применения естественно научного знания, безусловно, и физика, и биология, позволит распознавать исследуемые вопросы, то есть, а что, собственно говоря, мы изучаем, и очень важно оценивать достоверность научность аргументов, доказательств различных источников информации. То есть, вот эта задача, она уже строится на развитие других компетенций естественно научных. Понимаете, дорогие друзья, получается, что вот каждая задача, с одной стороны, она как бы самодостаточна, а в комплексе они взаимодополняющие, и они выстраивают у нас с вами линию развития естественно научной грамотности в школе. Еще пример, озон, задача про озон, но это на физику, на химию, на биологию можно вынести рассмотрение эту замечательную задачу. Опять обращаю ваше внимание, комплексная задача, то есть, раз, два, три, три задания развивается, сюжет, дается научная справка, вот, кстати, уважаемые коллеги, тут есть такой момент, эти задачи на самом деле предполагают очень грамотную работу с текстом, внимательное, доскональное чтение. Тексты, которые идут в этих задачах, они краткие, емкие, и вот буквально каждое слово значимо, каждое слово весомо. И вот здесь читательская грамотность, например, при работе над этой темой, она выходит на первый план. мы должны использовать текст для объяснения явлений. То есть для того, чтобы понять достаточно сложное явление, ребенку будет достаточно внимательно прочитать, разобрать текст, поставить к нему грамотные вопросы, продумать их, выделить главные мысли, и это же касается и научной справки. То есть текст не простой, да, он такой сборный, сложный, собранный вот из двух таких вот фрагментов. Следующая задача, которая здесь стоит, объяснять графики диаграммы, объяснять, не интерпретировать, объяснять, понимать, читать эту информацию графически и отличать ошибочные суждения от верных на основе научных данных. Еще одна ступенечка, на которую мы поднимемся, вооружая ребят научным методом познания мира. На каких уроках можно использовать задачу про озон? Ковалентная химическая связь? Безусловно, тем более, что вот специально посмотрела параграф, замечательный параграф 19 Олега Сергеевича Габреляна, рассматривается эта химическая связь, этот тип химической связи, а озон дается в качестве задания. Пожалуйста. Ну и про озонирование воды в теме оксиды, вода, выходить на такое экологическое понимание темы, тоже можно, используя эту замечательную задачу. Выбирая для себя первое, второе, третье задание, вы прекрасно понимаете, что не только в восьмом классе, на уроках химии можно использовать эту задачу, и в десятом можно, и в одиннадцатом, и на уроках физики, действия ультрафиолета, на озон. То есть любая практически тема, которая у нас с вами в голове возникает, вот такая ассоциативная связь, но она, скорее всего, будет верна, потому что мы понимаем, что смысл-то этих задач в другом. Смысл именно в развитии способности детей функционально применять свои предметные знания. Ну и вот обобщая, как бы, да, можно сказать, дорогие друзья, что на самом деле, вот если проранжировать все эти группы заданий на применение методов естественно-научного исследования, у нас получится вот такая вот картинка. Это обязательно задание на распознавание вопроса, исследуемое в данной работе, предложение способа научного исследования или проверка данной гипотезы, такие задания здесь тоже очень интересные, оценка с научной точки зрения предлагаемых способов изучения вопроса или выбор оптимального способа распознавания, оценка способов, которые обеспечивают надежность экспериментальных данных и достоверность выводов. Но вот этот четвертый пункт это вот вообще тот вопрос по большому счету, который у нас с вами очень серьезно западает. И вот здесь достоверность, надежность экспериментальных данных, достоверность выводов, вот над этим нам еще, видимо, даже предстоит работать не только применяя, используя задачи функциональной грамотности на своих уроках, но, наверное, и перестраивая свои экспериментальные работы по биологии, по химии, добавляя именно вот этот вот момент, обязательно этот элемент к той или иной экспериментальной работе, но делая это в комплексе. Обращаю ваше внимание вот на этот вывод, специально его выделила из журнала «Школьные технологии» еще за 16-й год, и этот вывод на самом деле он важен, да, для понимания, во-первых, той ситуации, в которой мы живем, да, и для понимания того, в каком направлении надо двигаться, для того, чтобы наши дети действительно умели применять методы естественно-научного исследования и для того, чтобы они уверенно справлялись с проблемными ситуациями. Вот при проведении экспериментальных работ всегда должен обсуждаться вопрос о надежности и достоверности полученных результатов. Да, это не частный вопрос, это не вопрос, актуальный только для профессиональных исследований, потому что проблема достоверности постоянно встает в нашей жизни в применении ко всем практически вопросам медицинского характера, экономики, политики, человеческих отношений. А где, как не на уроках биологии, химии, физики, учить ребят проверять информацию на достоверность. И начинать нужно с включения этого этапа в постановку экспериментальных работ. Вот такие вот виды заданий для оценивания этой группы именей предложены в этих сборниках и, как вы видите, очень грамотно выстроены и позволяют нам практически использовать точечно в зависимости от тех целей, которые мы ставим перед собой и перед ребятами на тот или иной урок. Еще обращаю разочек ваше внимание на вот этот слайд, частично это материал мы уже с вами рассмотрели, про категорию оценки заданий. То есть эти категории оценки заданий приведены в сборниках, они позволяют нам с вами действительно грамотно и обоснованно подбирать задания для ребенка, для класса, для ситуации. В этой инструкции четко прописано в каких контекстах мы предлагаем задания, какое научное знание, тип научного знания проверяется, фиксируется, какие компетенции мы развиваем, когнитивные уровни, типы вопросов и дидактические единицы. То есть ранжировано каждое задание. Это удобно, это позволяет нам с вами прям, знаете, становиться такими аналитиками сами по себе. То есть весь аналитический материал для нас подобран, все, собираемся с силами и начинаем работать и перестраиваем свои уроки. Почему я говорю перестраиваем? Ну, мы чувствуем, что это давно назрело, это необходимо и задать другой вектор, да, именно в русле развития навыков функциональной грамотности очень важно именно сейчас. Чем раньше мы это с вами сделаем, тем увереннее будут чувствовать себя наши с вами ученики в следующей жизни, в будущей жизни. И то, с чего начали, да, выход в открытый космос теперь. Не могла не сказать еще про этот сборник, дорогие друзья. Это сборник глобальной компетенции. Материал задач по функциональной грамотности, который представлен здесь, мы тоже с удовольствием, конечно же, будем использовать на своих уроках. Значит, в чем ключевое отличие задач, которые здесь предложены. Задания на формирование глобальных компетенций предлагают задачи, которые рассматриваются не на личном и местечковом уровне, а на уровне решения проблем цивилизации, страны, всего человечества. И это очень важно. И мы прекрасно понимаем, что именно на наших уроках, да, мы можем эти задачи включать в конво и развивать эти замечательные компетенции. Вот здесь привела небольшую аннотацию сборника, что такое глобально компетентный человек, какими навыками, знаниями он обладает. И вот поверьте, на все эти компетенции здесь предложены опять же уровневые задачи. Но в сборнике, поскольку это сборник эталонных заданий, подход немножечко другой. Посмотрите, прежде чем дать самостоятельные задачи ребятам на формирование глобальных компетенций, авторы предлагают сначала пробные задания дать, то есть обсудить ситуации. Этих ситуаций несколько и каждой ситуации, которая раскручивается, да, вот есть такая вымышленная страна, и в этой вымышленной стране Зедландии начали добывать марганец, а страна была сельскохозяйственная испокон веков, и люди занимались своими огородами, и больше ни о чем не мечтали, им было хорошо, чисто, экология замечательная. И вот начался процесс индустриализации, и возникают проблемы, несмотря на то, что страна выдуманная, проблемы, которые здесь возникают, они типичные, те, которые постоянно возникают в нашем обществе, и ребята это видят, и старшеклассники готовы уже, вы понимаете, социальная активность для них выходит на первый план, включаться в решение этих вопросов, им надо помочь, поэтому каждому заданию есть подробные комментарии, их можно читать самостоятельно, их можно разбирать вместе с учителем, с командой, с другом, потому что именно вот эти комментарии показывают разные точки зрения на один и тот же процесс, учат выбирать, учат задуматься, учат прислушиваться к чужому мнению, и только после того, как отработаны вот такие вот начальные этапы, да, ребята отработали некоторые примеры, и у них появилась модель, да, как мы будем думать, в каком ключе, что мы будем разбирать, что важно, что не важно, только после этого мы начинаем с ними самостоятельно выполнять познавательные задания, которые тоже включены вот в этот сборник. Вот поэтому, дорогие друзья, на мой взгляд, вы знаете, вот включение материала вот хотя бы этих двух сборников в уроки естественно-научного цикла действительно позволит нам выходить на самом деле на совсем на другой уровень, да, развивать самостоятельность, развивать активность, познавательную активность своих детей, когда человек включен в процесс, когда он все пропускает через себя, то есть весь материал подается через реальные жизненные ситуации, ему это интересно, он этот материал присваивает, и он чувствует себя уверенно, и потом эта уверенность, она обязательно будет использована в реальной жизни, когда он выйдет из школы и поймет, что учился не зря. К глобальным компетенциям, которые рассматриваются здесь, не только относятся знания, но еще и отношения между людьми. Вот это вот мне очень нравится, потому что, знаете, такие, казалось бы, простые ситуации, но эту задачу можно рассматривать и в 11 классе, разве нет? Одноклассница подумала, что новенькая не следит за своим питанием, да, вот она много чего съела на обед и может набрать лишний вес. А посмотрите, какое задание одно из, какое предположение о здоровье Наташи может сделать ее одноклассница, основываясь на том, что она увидела в столовой. Предположение. Мы часто судим о людях по первому взгляду, и очень часто такая оценка бывает неверна. не анализируем, но уже вешаем ярлык. Вопрос о предположениях. Ну и понимаете, дальше ситуация развивается. Представляете, насколько на самом деле глубоко нужно разбирать эти отношения с ребятами и вот такие реальные ситуации позволяют нам это делать легко. И в заключение, дорогие друзья, что хочу сказать. Вот на мой взгляд, выпуск этой серии пособий функциональной грамотности, оно состоялось вовремя, потому что сейчас вот мы переосмысливаем безусловно образовательный процесс, задачи, те, которые должны решать. и вот этого материала реального, жизненного, интересного, и в то же время очень четко, грамотно структурированного, понятного учителю, понятного, как использовать его на уроке, нам не хватало. Вот он появился, вы видите, что включать этот материал мы с вами можем практически в любой урок, будь то биология, химия, физика, это не проблема, да, привязать к какой-то дидактической единице. На самом деле проблема, на мой взгляд, заключается в том, чтобы грамотно выстроить вот эту цепочку формирования умений и навыков, тех самых, которые и называются естественно научная грамотность. Спасибо, дорогие друзья, за участие в нашей встрече. До свидания и до новых встреч. Продолжение следует...